здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои хорошие рада вас приветствовать на нашем канале vita virtus у нас долгожданное видео я больше недели наверно выкладывала ничего не было у меня возможности с техническими проблемами столкнулась связи с последними ситуациями да у нас мире ну сейчас все работает вроде все функционирует все хорошо итак у нас сегодня будет расклад такой сложненький посмотрим подробно расклад классический называется его план на любовь но о чем он вообще о том что для человека представляют отношения для чего ему нужны отношения кем вы являетесь его жизни кабанк вам относится вот как он видит идеальную женщину как он видит идеальное отношение кем он видеть себя в этих отношениях то есть очень часто почему проблему отношений потому что сталкиваются совершенно люди с разным видением партнерства и потом понятно конфликт потом не понятно что то есть возможно действительно нужно другая женщина либо вам нужен другой мужчина поэтому посмотрим вот что там у вас происходит его посмотрим вашего партнёра, как он относится к вашим отношениям, что для него вообще есть такое отношение, чем вы для него являетесь, ну, и так далее подробненько. Могут расклады не быть похожими, они не могут быть одинаковыми, потому что всё индивидуально, ну, соответственно, всё зависит от того, как расклад пойдёт, да, какие там будут карты. Ну, примерно на одни и те же вопросы будем отвечать. Три будут варианта. Загадывайте здесь колоду, здесь Golden Taro от Black Cat, здесь Taro Grand Luxe от Chira Machete, и здесь Touchstone Taro, я его называю философский камень, тоже от Cat Black. Первый, второй и третий вариант. Загадывайте. Нажмите на паузу, если вам нужно больше времени. Так, первый вариант. Первый вариант. Посмотрим, что, ну, вообще, что в настоящий момент у вас там происходит, что у вас там за отношения, что в настоящий момент в первые варианты происходит в отношениях. Как бы дружба стоит на паузе, либо какая-то временная стагнация. Ничего особо не происходит. Можете общаться, можете не общаться. Такой есть союз, который по каким-то причинам в настоящий момент, возможно, не развивается, но здесь нет разрыва. Здесь вот как просто, вот, знаете, каковоз он не там. Вроде бы всё есть, и ничего не происходит. Чем являются ваши отношения для вашего мужчины? Победа, достижения. Для него важны эти эмоции. Нет, у него, кстати, он хорошо относится. Вообще, очень серьёзно мужчина относится к отношениям. К вашим отношениям он достаточно серьёзно относится, но здесь немножко нестыковка карт. Здесь как бы, с одной стороны, ему нравится приезжать, уезжать, либо находиться на расстоянии, а с другой стороны, он до такой степени серьёзно относится к браку, что тоже может иметь какой-то перекос. То есть, у человека своё какое-то видение реальности. Самое главное, что для него эти отношения, это какая-то сатисфакция. Это какой-то пункт такой закрытый, что да, я добился, я их получил. Ну, и самое главное, это, конечно, страсть и чувство. Кем вы для него являетесь в этих отношениях? Вы для него стабильность, стабильность, вы для него главная женщина на самом деле. Центральное место занимаете вы в его жизни. Другой вопрос, что вот опять же между вами он смотрит как издалека на вас. То есть, человек до конца уверен, что вы от него никуда не денетесь, что вы для него какая-то постоянная константа в его жизни, и ничего, в принципе, не меняется. И смотрит на вас как издалека, но на главную женщину. А чего он хочет в отношениях с вами? Конфликт. И, во-первых, ему хочется, чтобы за него боролись. Он с вами постоянно соревнуется, он с вами постоянно конкурирует, он будет вам доказывать, он будет вам доказывать что-то, что он, в принципе, способен, что он годен. У человека очень много страхов, потому что на вопрос, чего он хочет в отношениях с вами, ему нравится конкурировать, ему нравится доказывать вам то, что он, в принципе, способен идти в семью, но он туда боится идти. То есть, ты увидь во мне человека, достойного для отношений, ты увидь во мне вот этого героя полноценного, который может быть твоим мужем, но, с другой стороны, у него у своих очень много страхов, очень много заморочек. Как он вообще относится вот к серьёзным отношениям, к браку? Были какие-то разочарования, был обман, всё, здесь проигрывается. Возможно, не боится идти в серьёзные отношения, потому что здесь очень серьёзное разочарование. То есть, вообще, вот в плане института брака, в плане семьи, кардинальной семьи, такой церковной, не знаю, либо общепринятого понятия семьи, у него разочарование, либо какое-то нестандартное видение. Либо у него не было этой семьи, либо у него, правда, какие-то нестандартные отношения, но он готов вкладываться, но неправильно, либо искажённое. Так часто проигрывается, когда не было семьи, когда не было родителей, когда, возможно, были какие-то деструктивные отношения первые, какая-то несчастная любовь и так далее, и так далее. Хочет ли он вообще иметь серьёзные отношения? Это из серии «Как сложится, так сложится». Тут карта, да, он, в принципе, с одной стороны, он серьёзно относится к браку, с другой стороны, он вообще не понимает, что это такое, потому что здесь уже выпадал иерофан, что для него эти отношения. Да, возможно, он приехал, уехал, но там есть чувства, там есть страсть, там есть как бы постоянный партнёр, к которому он относится с большим уважением, и женщина видит своей главной женщины в его жизни. Но если вот вы видите, мы смотрим, хочет ли он вообще иметь серьёзные отношения, он к этому абстрактно относится, то есть жизнь сложится, повернёт, значит, будет. Я возьму за это ответственность, значит, так надо. Вот знаете, как не хватает какого-то пунктика такого. Так часто проигрывается, когда женщина забеременела, и мужчине пришлось жениться, то есть долго-долго сопротивлялся, там как-то обстоятельства. Это не совсем, конечно, правильно, но потому что принимают решение под воздействием давления определённых событий. Но здесь как бы он не против. То есть если по судьбе выдастся шанс создать, ну либо родить ребёнка, то, конечно, он возьмёт за это ответственность, он к этому относится, отнесётся серьёзно. Какие у него главные страхи? Он сам, он сам свой главный враг. Он не может отказаться от прежнего образа жизни, он тянет время, он долго будет тянуть, он боится идти в отношения, потому что он есть самый главный свой страх, самое главное препятствие. Почему? Потому что он не знает, как по-другому. То есть он понимает, что ему нужно отказаться от прошлого образа жизни, он понимает, что ему нужно делать выбор, он понимает, что нужно чувствовать сердцем. Он просто оттягивает момент, он тянет время. Его самые главные страхи в браке это он сам. Смогу, не смогу, получится у меня, не получится и так далее, и так далее. А что для него самое главное в отношениях к женщине? Он не знает даже. Ну, во-первых, конечно, чтобы она молчала. Смотрите, очень странный мужчина, либо не умеет любить, либо закрыта сердечная чакра. Надо смотреть, потому что реально, если покопаться, разобраться в его подсознании, что для него самое главное в отношениях к женщине? Он не знает. А почему это идёт? То есть он, ну вот, либо у него всё время какие-то любовные отношения, где он не вкладывается. Выпали просто карты. Либо, ну это такой стереотип, вот он, либо он так привык общаться, как я такой император, вы тут вокруг меня, девочки, бегайте, бегайте. Причём выбирает красивых, состоятельных, эффектных, ярких, дорогих женщин. Либо такое часто выпадает отношение матери и отца. Тоже, как мать с отцом. Ну, опять же, не будем повторяться, у него нет картинки, потому что самое, вот он не знает. Он не знает. А какая для него была бы идеальная женщина? Вот у него есть какое-то представление об идеальной женщине? Умная, умная, образованная. Эти мужские качества пошли. умная, образованная, которая, в принципе, понимаете, тут, да, мужская карта, но здесь о том, что женщина возьмёт всё, всё, что касается чувств, всё, что касается эмоционального плана в отношениях, то есть она будет главной. То есть она будет его любить, она будет о нём заботиться, она будет бояться, чтобы он её не разлюбил. То есть всё, всё, что касается эмоций, всё, что касается эмоционального плана, должно лежать на женщине. То есть какая должна быть для него идеальная женщина? Та, которая сможет пробудить в нём вот эту любовь. Та, которая сможет заставить его полюбить. Та, которая сможет его научить любить. Как по судьбе должна прийти женщина, которая сможет научить его любить. Сможет пробудить в нём эти чувства. Ещё какой идеал женщины? Радостная, счастливая, солнечная. Видите, какое сочетание интересное? Женщина, ребёнок и дьявол. То есть честная, открытая, но ещё тут называется святая, а здесь дьявола воплоти. То есть в постели львица, в постели дьявола. Ну, такие две противоположные энергии. Он скучает по какой-то женщине. По кому он скучает? Тоскует по женщине. Глупо как-то расстались. Обиженная она на него, ведь и пара королевой мечей. Тоскует он. И вообще он считает, что у неё есть мужчина. Либо новые отношения, либо у неё появился мужчина. Просто спросила, что здесь выпадает, что мужчина тоскует по своему идеалу. Есть такая женщина у него в жизни, но она, скорее всего, сейчас с другим мужчиной. А кем он себя видит рядом с этой своей идеальной женщиной? Помощником. Он боится, что финансово не потянет. Тяжело ему принять решение, вообще видеть себя рядом с этой женщиной. Да, он хотел бы помогать, он хотел бы быть помощником, он хотел бы как-то участвовать. Он не умеет. А почему он вообще не умеет? Ну, видно, что не умеет мужчина не строить отношения, не строить... Ну, ему учиться и учиться. Либо он такой трудоголик, он всё время в работе, либо женщине нужно взять на себя ответственность, ну, либо набраться терпения и полностью его переделать. Но здесь такой кропотливый труд, он действительно у него искажён, у него неправильное видение отношений, вот изломленное видение отношений. С чем это связано? Ну, возможно, с какой-то первой любовью, такое тоже может быть. Либо мужчина встречался с женщиной несвободной, либо мужчина встречался с женщиной замужней, либо неудачное такое стечение, как измена, да, от женщины, с которой были отношения. То есть, в принципе, все хорошие карты, скорее всего, просто был либо любовный треугольник, либо измена. А кем он, вот если с вами, да, кем он видит себя рядом с вами? Ну, у вас сейчас пауза в отношениях, ничего не происходит, но, в принципе, вот он считает, что если бы он был рядом с вами, он бы смог добиться всего. Если бы он был рядом с вами, он бы сейчас горы свернул. Если бы он был рядом с вами, он бы смог бы вот это, вот это, вот это и вот это. А вот какие у него нынешние, нынешнее, сегодняшние стремления в личной жизни. Вот на сегодняшний день чего он хочет в своей личной жизни? Сам не знает, тяжело ему. Вообще он считает, что он не потянет семью, ему нужна женщина, которая... Да там везде выпадает, что ему нужна женщина, которая будет брать ответственность за всю эту ситуацию, либо женщина, которая... Ну, это не хорошо и не плохо. Очень много таких семей, где женщина главная в отношениях, где женщина разруливает ситуации, где женщина когда-то задает тон. Он вроде бы главный, но основные все вопросы как бы подталкивает до решает женщина он боится вот его внешность нынешнее стремление он боится во что он знает что все закончится начавшись он не потянут для него это очень тяжело ему реально нужна какая-то особенная женщина которая смотрит сможет все это взять на себя он способен выстроить нормальную семью герой любовника типаж любовника не умеет он он не знает что такое быть в паре не знаешь такое быть вот он вроде бы и готов да там за шестерка пентакли выпадала что он готов вот как он видит себя рядом со своей идеальной женщины что он будет ей помогать что он будет там стараться трудиться но он не знает как то есть надо взять набраться терпения набраться сил и просто человек потихонечку потихонечку ну невозможно переделать взрослого мужчину не взрослого тоже но вообще конечно типаж герою любовника который не доверяет который смотрит на все через призму недоверия опасается многому и так далее так далее такой однозначно первый вариант второй вариант гранд люкс чем для мужчины являются отношения вообще и ваши отношения так что в настоящий момент у вас происходит что в настоящий момент вашей ситуации в ваших отношениях так но здесь боль страдания переживания трагедия пауза не общаетесь поругались обиделись перепалка здесь стычка была здесь возможно скандал был возможно прочь ругались вы здесь поругались поругались пока конфликт был какое-то недоразумение больно сделали друг другу теперь не знаете что с этим делать переживаете чем являются ваши отношения для мужчины они для него очень важны они им очень дороги они действительно что-то очень важное причем он в этих отношениях как бы научился двигаться научился принимать решения научился как-то идти принимать реально совершать какие-то действия принимать решения брать ответственность не могу сказать что прямо ответственная соответственность но он считает что он в эти отношения даже вкладывался Да, они для него важны, они для него очень судьбоносные. Они изменили его, но они им очень дороги. Для него реально представляют ценность. Серьёзную ценность. Чего он хочет от ваших отношений? Он хочет в них вкладываться, он хочет... Сейчас у вас на грани разрыва, потому что здесь как бы есть чувство между людьми. Он как бы готов вкладываться, но здесь либо всё надо рушить ради того, чтобы начать сначала, либо у вас, правда, постоянно какие-то конфликты, споры, выяснение отношений, из-за которых вы не можете двигаться дальше. Ему дороги эти отношения, они важны ему. И чувства здесь есть. Здесь как-то всё рушится. Почему так происходит? У мужчины есть чувства к вам, и он их не скрывает. У вас какая-то зависшая ситуация, болезненная ситуация, которую нужно решить, потому что по-другому никак. Он от этого бесится, он сходит с ума. Здесь надо вот что-то такое, знаете, как... Вот вы не можете ничего изменить. Вот такая ситуация, и всё. Вот по-другому никак. Надо всё переворачивать, нужно чем-то жертвовать. Возможно, кому-то там надо куда-то двигаться, переезжать, кому-то нужно от чего-то отказываться, кому-то нужно принимать решения. И так далее. Здесь есть конкретные ситуации, факты. Тут невыдуманная история, здесь не иллюзии. Здесь есть препятствия в этих отношениях. Вместо того, чтобы их решать, его это раздражает, его это бесит. Вы скандалите, выругаетесь на пустом месте. И, в принципе, получается некрасивая ситуация, боль, страдания, печаль. А вообще, как он относится к серьёзным отношениям, ваш мужчина? У него были серьёзные отношения, но там не сложилось. Видите, из прошлого тянется у него обман. Обман, болезненное расставание, боль. Ну, вот видите, он ожидает от всего, он боится, он ожидает от всего предательства. В прошлом была луна, в прошлом был обман у человека. И он боится, что сейчас это всё может повториться. Потому что сейчас он смотрит без розовых очков, он сейчас нормально воспринимает всё, как бы, там нет такого сумасшествия, здесь нет карты иллюзий. Он всё чётко понимает, он понимает, что у него есть чувства, он понимает, что он страдает от этих чувств. И он понимает, чтобы идти дальше, надо как-то двигаться. Конечно, он относится, да, хорошо, но у него, видите, из прошлого тянется какая-то история, потому что к серьёзным отношениям он уже относится скептически, к серьёзным отношениям он уже относится с опаской. Хочет ли он вообще иметь серьёзные отношения? Видите, он избегает этой темы. Он избегает, он выкручивается, он уходит вообще вот он уходит он не будет разговаривать на эту тему он не знает что предложить потому что здесь манипуляция информации получается как нестандартное какое-то видение не понимает у него свое видение отношений хотелось бы он не знает нужны ли ему эти отношения потому что у него почему-то такое ощущение что я из них тоже уйду мне все надоест и из них опять уйду то есть чувства пройдут все пройдет и опять из них уйду а что для него вообще значит семья ну там разбираться что вашего человека там голове потому что здесь семья это дьявол смерть сидеть возможно манипуляция была детьми возможно предыдущие какие-то отношения были связаны с тем что его чем-то держали привораживая не знаю здесь правда какой то что такое за расклад у нас либо были измены либо были измены потому что очень специфическое отношение человека к семье очень странное видение что для него является семья киже его страхи и так можно смотреть что будет тяжело что он не потянет что он что будут скандалы что будет рукой что будет измену очень ревнивый кстати очень очень скандально очень эмоционально очень скучает тоскует переживает он будет уйдет уходит в себя ну страшные карты на самом деле дьявол смерти это серьезное предательство это серьезные какое-то воздействие потому что ну человек не верит семью этой серии как все гуляет все изменяют и еще на эту тему обсуждать не хочет вообще человека пройдет закончится ну возможно и да да скорее всего мир это все закончится с миром эту ситуацию отпустит начнется заново начнется какая-то история за начнет заново встречаться либо начнем заново по-другому все это воспринимать но все равно с недоверием будет смотреть на все а что для него самое главное в отношении женщины любовь и самое главное любовь чтобы женщина его держала чтобы женщина за него боялась чтобы женщина действительно от не женские карты чтобы она испытывала к нему страйс чтобы она за него боролась чтобы она его любила чтобы она здесь мужчина такой нарцисс. Ему надо, чтобы вокруг него все бегали, вокруг него все кружили, кружили, кружили. Но для него важны очень чувства. Ему правда очень важно, чтобы его любили. Ему не хватает нежности, ему не хватает внимания. Ну, такой недолюбленный человек проигрывается. Ну, либо обиды какие-то из прошлого. Но ему правда действительно нужна любовь. Это вот такой типаж мужчины, которому на протяжении всех отношений придётся доказывать свою любовь, придётся доказывать своё к нему расположение. Какой идеал женщины, который он видит рядом с собой. Ну, вот, который будет ему парой, чтобы они были идеальны для стабильных. Семейная, домашняя, которая почитает мужа, императора и ну, такой домострой на самом деле. Мужчина классического воспитания. Женщина полностью поглощена мужем, домом. Скорее всего, не работает. Почитает императора, смотрит на него. Ну, тут не европейский типаж, здесь типаж такой классический. Мужчина женщина должна его любить, боготворить, чтить, уважать и быть женой императора, да? Женой своего мужчины. А кем он видит, давайте так, ну вот идеальная женщина, да? А вот кем он видит себя рядом с этой идеальной женщиной? Женские карты. Да, странно, конечно. Да, он будет наслаждаться, он будет организовывать быт, он будет заниматься, то есть вот в его понимании женщина должна сидеть дома, не должна ничего делать, он должен решать все вопросы, он будет заниматься вопросами быта, комфорта, материального обеспечения, решать, разговаривать, то есть вообще ни с кем. То есть максимум, вот она будет общаться еще с женщинами, а он будет заниматься материальными вопросами, решениями всех проблем, ну, так далее, так далее. Здесь просто такая энергетика, что ты просто сиди, смотри, люби меня, я сделаю все сам. Что из этого выйдет? Ну, тут просто немножко неправильный такой подтекст, ну, сам запутался. Да нет, это глупо, это, конечно, какой-то новый, новый вариант такого развития, да? Потому что три женские карты выпало, кем он себя видит в отношениях. Да, для него важна любовь, но это какая-то для него новая версия. Может быть, после всего вот этого, что между с ним было в прошлом, он как бы ничего не хочу, ничего не надо делать, не хочу никакой бизнес-вумен, сиди просто дома, а я все сделаю сам. Тут вот, скорее всего, такая позиция. А кем он видит рядом, себя рядом с вами? Вот кем он видит себя рядом с вами? Тяжело ему очень. Он, конечно, подстраивается, но он хочет с вами отношения развивать. Он понимает, что тяжело. Он вас видит... Смотрите, в первую очередь, он считает, что он защитник, он вас защищает, он вас оберегает, он вас никому не отдаст. Он считает, что вы должны дальше идти только с ним, потому что он считает, что он тот человек, с которым вы должны идти вместе, возможно, в брак, возможно, еще там. Но он считает, что он вам помогает. Он такой уверен, что он такой вот прям защитник, помощник, который вам открывает пути, который показывает вам дорогу и который вас сопровождает. А какие у него нынешние стремления в отношениях? Тайные у вас отношения. Как тайная жена выпала. Тайный брак жена. Но такое проигрывается, когда мужчина просто никого не посвящает в свою личную жизнь. То есть она есть. Тут не про измены, не про любовные отношения. Здесь про другое. Просто про то, что мужчина... Вот его нынешние стремления в личной жизни. Самое главное, чтобы никто ничего не знал. Самое главное, чтобы всё было тихо, там, шито, крыто. Но счастье любит тишину. То есть что было? Всё было в тайне, всё было в тишине. Никто ни о чём не догадался. Он герой, он победитель, он добился. Это его. Это его собственность. И я никому её не отдам. Могут ли у вас быть с ним серьёзные, хорошие отношения? Пока он не видит, как это можно сделать, но он будет работать над этим. Потому что ему с вами хорошо. Он постоянно с этим сталкивается вопросом. Он понимает, что ему с вами хорошо. Он строит с вами планы. Он представляет себя. Он планирует, сколько ему нужно зарабатывать. Что, чем он должен заниматься. Потому что он понимает, что это дополнительные какие-то финансовые расходы. Не знает он пока, как это всё сделать. Как это может получиться. Но в принципе, серьёзные отношения. Да, он заинтересован в том, чтобы у него с вами были серьёзные отношения. То есть, если вы уже в серьёзных отношениях, то возможно, да. То есть, его волнует только вопрос материального обеспечения. Но я не вижу здесь, здесь как такое лёгкое недоразумение, вообще конфликты, ссоры. Но на будущее, да, он планирует. Здесь есть как план на союз с вами. Он как мечтает о том, что он будет делать, кем он будет, станет вашим мужем. У него есть мечты. У него есть мечты и планы по поводу вас. Третий вариант. Тач-стоун. Второй. Посмотрим, что в настоящий момент у вас происходит в отношениях. Чем для человека являются эти отношения? Каких он отношений хочет? Как он их видит? Что он по этому поводу думает? Так, что в настоящий момент у вас произошло, либо не происходит? Здесь есть любовь, есть чувства. Ух ты! Здесь, может быть, даже у кого-то было какое-то предложение. Но как-то уже ничего не радует. Как надо переходить на другой уровень отношений, нужно переходить уже к чему-то большему, нужно переходить уже, возможно, к семье. Но ему нужно принимать какое-то важное решение. Здесь есть страсть, здесь есть любовь, здесь есть чувства, здесь есть эмоции. Но как-то ничего почему-то не радует. Ничего я этого уже не хочу. Может быть, раньше хотела, а уже ничего не хочется. Но, может быть, у вас самой какие-то сомнения, кто смотрит это видео? Чем для вашего мужчины являются ваши отношения? Страдание, боль ему очень тяжело, он очень мучается. Он ждёт, он тянет время, он мучается. Мужчина – король жезлов, огненного знака зодиака, либо такой с характера. Но он ждёт. Либо у него больно, он страдает от того, что он вас ждёт. Ему нужно понять, что происходит. Больно ему, кстати. Тянет время. Есть такое ощущение, как будто он либо сделал предложение, либо что-то решил. А вы как не готовы к этому решению, либо не согласны с этим решением. Он подгоняет, 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 и он очень боится. Он боится вас потерять. Он от вас никуда не денется. Чего он хочет в отношении с вами? Мира, гармонии, тишины, спокойствия. Он хочет… Во-первых, он хочет, чтобы вы были вместе. Возможно, между вами есть расстояние, он хочет, чтобы вы были рядом. Видите, чтобы вы были одной масти. Видите, да, в этой колоде есть такая карта, да? Счастливый. Счастливый случай такой. То есть он рассчитывает, что все равно как-то судьба так подвернёт. Вот так что-то произойдёт, какое-то чудо, какое-то, не знаю, в течение обстоятельств вашей жизни, что между вами будет мир, гармония, и вы будете вместе, вы будете одной масти, вы будете… Но здесь мужчина идёт к вам с чувствами. Здесь у меня такое ощущение, как будто вы не понимаете, надо вам это или нет. Как вообще ваш загаданный мужчина относится к серьёзным отношениям? Нет, он очень серьёзно относится. То есть у него что ни отношения, а то брак. Нет, он нормально относится. Другой вопрос, что, скорее всего, не все у него неудачны. А в чём причина? Ну потому что в разводу, ну либо сходятся-расходятся, сходятся-расходятся, у него все отношения предкосрочные. А в чём причина? Вот в чём причина основная? Почему так происходит? его характере конфликтный человек вот он вот ну здесь он очень конфликтно он очень не сдержанно он очень он сам понимает он уходит конечно потом себя он понимает осознает что что то не так но ты жидноватый тоже либо такое не рожи не жидноватый а скупой ну считает деньги на принципе неплохой финансы и смешку будут страдать потому что какого не они его не удовлетворяют но мужчина вообще такой борец и причина вот этих вот тех неудачных отношений из-за его характер он конфликтный карта споров выяснение отношений конфликта возможно руку может поднимать но я тут не могу сказать в общем раскладе да рядом с королем пентаклей но здесь есть какая-то конфликтность есть споры есть какая-то горячесть не сдержанность не умеет сдерживать эмоции ну взрывоопасный мужчина хочет ли он вообще иметь серьезные отношения ну конечно он мечтает об этом хочет иметь серьезные отношения да он готов к этому да здесь вообще без вопросов такое сочетание хорошее как человек мечтает и рассчитывает на шанс либо съехаться либо переехать либо начать жить вместе уже стабильно женщину как зайти в войти уже в этот замок с этой кошкой уже начать жить вместе меня него намерение серьезное что для него вообще значит семья но он не знает у него свое какое-то специфическое видение то есть вот разные колоды а сочетание одно и то же такое ощущение как будто смотрим на одного и того же человек вот правда можете пересмотреть такое же сочетание было может быть просто и семерка с восьмеркой мечей поменялись местами и у него нет представления от этого скорее всего и проблемы ваших отношениях у него искаженное представление отношений семьи то что семья в которой он жил она не такая то есть да он готов вкладываться он готов работать над этим но у него странное иллюзорное восприятие семьи то есть какая-то своя выдуманная история которая не совсем вам соответствует а что вам не нравится в его идеале там во-первых он излишне активный ревнивый ну здесь мужчина мало что позволяет вам делать потому что как бы эмоции много разговоров много а вот и ныне там то есть он наверное рассказывает о том как он хочет видеть это отношение но ничего для этого не делает а что вас не устраивает то есть как-то больше женщин что женщину здесь не устраивает в этих отношениях непостоянство постоянные манипуляции выяснение отношений да у него есть но это ревность будет то есть он постоянно манипулирует вашими чувствами своими чувствами возможно он не признается в любви но здесь такое непостоянство то есть человек фигура здесь фигура там то есть сегодня он хочет завтра он не хочет конечно больше по всем картам он хочет здесь женщина не уверена в нем спрашиваю почему потому что он вот такой по жизни скорее всего тон там то он здесь, то он как творческий человек. Очень эмоциональный, очень взрывоопасный, очень не сдержанный. Это когда человек может выплеснуть всё, может сказать, может покричать, как бы не сдержанный. Что для него самое важное в отношениях? Самое-самое важное. Дружба, союз, любовь. Один путь. Идём вместе. И самое главное – начинать всё сначала, чтобы не было всё с нуля, чтобы не было никакого прошлого. Такой тип мужчин, который не хочет, чтобы были дети из прошлых браков. Либо если ты расстаёшься, если кто-то был, всё, нет ни одной фотографии. То есть мы начинаем с нуля. То есть с чистого листа, никого раньше не было. Просто вот чтобы не было никакого прошлого. Сжигаем все мосты, начинаем заново. Для него это главное, чтобы из прошлого ничего не тянулось. Ему важно, чтобы не было лишних напоминаний о предыдущих отношениях, тем более детей. Как он относится к детям, кстати? Он думает постоянно об этом. То есть своих-то, конечно, в семье должны быть дети. Он постоянно об этом думает. Ну вот, семёрочка мечей. То есть какой-то нестандартный. То есть понятно, что свои дети – это свои дети. Если у вас там будут дети от предыдущих браков, конечно, для него это очень важно. Он будет принимать какое-то решение, но детей он любит. Нестандартное восприятие детей. Ну, просто как выпало, я спросила. Какую женщину он хотел бы видеть рядом с собой? Какую женщину он хотел бы видеть рядом с собой? Одинокую. Одинокую, спокойную, такую, которая будет реально ублажать его, кружиться вокруг него. А здесь не такая, там тузы. Там женщина активная, ещё паралива жезлов. Спокойная, мудрая. Такая постоянно, которая находится в одиночестве, которая никуда не ходит, в которой нет подруг, нет друзей, которая просто занимается тем, что подстраивается под него и меняется под него. Ну, здесь эгоист. Да, эгоист здесь есть такое. И самое главное, чтобы ему было при этом комфортно, и чтобы женщина создавала уют и гармонию. А как он вас видит в этих отношениях? Вот кто вы для него в этих отношениях? Ему не хватает общения с вами. И, во-первых, вам очень тяжело общаться, вы не можете найти общий язык. У вас очень часто проходят какие-то споры, конфликты. С одной стороны, вы друг другу очень сильно помогаете. Вы реально из него делаете... Тут королева кубков делает из него императора. Лепит прямо из него императора. Тяжёлый он, очень тяжёлый. Характер очень тяжёлый. Но вы ему хорошо помогаете. А кем он видит себя рядом с вами? Вот рядом с вами кем он себя видит? Башня, крушение. Но он считает, что вот рядом с вами вы там всё разрушили, просто башня. Конечно, ему крышу сносит, у него есть чувство к вам. Вы его зацепили, вы нестандартная барышня, таких у него не было. Он влюблён по уши. Башня влюблённая, это реально как солнечный удар, да? Любовь нечаянно нагрянет. Он влюбился, он очень сильно влюбился. Здесь, да, он находится в состоянии удовольствия. Кем он себя чувствует? Ну, возможно, конечно, он и любовником себя чувствует в этих отношениях. Но да, вы его зацепили, он ничего не понимает, у него эмоции зашкаливают, ему очень тяжело, ему очень плохо. Но у него к вам любовь, и кем он рядом? Таким вот сумасшедшим, слегка человеком, который сходит с ума от любви, который находится в состоянии удовольствия. А вот кем бы он хотел быть рядом? Вот так он видит себя, а кем бы он хотел быть рядом с вами? Вот его идеальный вариант рядом с вами, борец за правду. Да он не знает. Он честно даже не представляет. Мне кажется, я не думала об этом. Его зацепило, у него крышу сносит, он хочет во что бы то ни стало, чтобы женщина была его. Начинается расклад туз Жезлов, туз Пентакли. Никто с кубков не помнит. Ему надо добиться этой женщины, ему нужно её заполучить. Хорошо, в настоящий момент что происходит? То есть его нынешние стремления, вернее. Да, самое главное победить эту женщину, создать с ней союз. А какой может союз в будущем получиться с ним? Ой, хороший на самом деле. Только как-то он вам идёт не очень хорошо на деньги. То есть больших денег он не принесёт. И он очень ревнивый. Он безумно ревнивый. Да, у вас, ну прям какой-то церковный брак. У вас может быть официальный брак, серьёзный официальный брак. Но вот он какой-то, он очень ревнивый. Он вас любит. Да, он боится вас потерять. Вы для него очень важны. Он как-то ведёт себя очень странно, как мальчишка, как ребёнок. Вот так ли? На деньги не очень идёт. На большие деньги не очень. Ну, да, конечно, когда вы станете его женой, когда вы станете, допустим, официальной женщиной, он меньше, значит, будет вас ревновать. Всё, он добился. Он его эго потешил своё эго. Добился то, чего ему было нужно. Поставил галочку. Всё, супер, она моя. Ну, чувство есть. Ну, собственник такой. Мы видим этого. Характер у него очень взрывоопасный. Характер у него очень такой резкий. В этом проблема. Да, может быть, семья с тем человеком. Решайте, думайте, что вам делать. Могут быть серьёзные отношения, но с ним очень-очень-очень сложно. Такие были варианты. Всего вам доброго и до новых раскладов.